Маркировка лекарственных препаратов ставит под угрозу здоровье граждан. Из-за пандемии медикаменты буквально исчезают с полок, а новые не успевают появляться. И все потому, что без QR-кода аптеки не имеют права продавать лекарства. Для обсуждения этой проблемы Сергей Миронов провел онлайн-встречу с экспертами в данной отрасли. Мне кажется, что нужно просто вести речь об отмене маркировки на сегодняшний день, как минимум до лета 2021 года. Иначе это ведет к тому, что мы сейчас наблюдаем огромный дефицит лекарств, рост цен абсолютно по 300-400-500% на самые элементарные анальгин, аспирин и так далее. Я полностью вас поддерживаю, потому что на сегодняшний день система не работает. Ее надо останавливать, доводить до ума, тестировать, причем тестировать обязательно с участием представителей отрасли. И если она сразу не сможет заработать в боевом режиме, то, наверное, надо продумать поэтапность и вводить поэтапно. Решением может также послужить финансовая ответственность оператора за потери, которые несет бизнес из-за сбоев в системе. Но сегодня система обращений к маркировке подразумевает большое количество ошибок. Производитель для того, чтобы выпустить серию на рынок, должен получить от маркировки пять раз подтверждение. Пять раз. Это только на моменте производства. Три раза он должен обратиться к моменту, когда он отгружает дистрибьютору. Уведомительный порядок, который установил Минпромторг, не решает возникшего цифрового хаоса в системе. По мнению экспертов, нужно временно снизить нагрузку путем уменьшения передачи объема данных. Переход к следующему этапу должен выполняться при условии полной готовности предыдущего этапа. Обязательно необходимо установить механизм сброса так называемого накопленных данных в случае неработоспособности системы. То есть, если будут повторяться сбои, то оператор системы мониторинга в отношении препаратов, которые произведены до определенного числа, ну, про даты мы сейчас не говорим, но, к примеру, если это будет, не знаю, 1 октября 2021 года, например, присваивает таким препаратам статус «выведен из оборота». Иначе цифровой хаос в системе будет копиться. По итогам совещания с представителями отрасли, фракция «Справедливая Россия» подготовит предложение для внесения в федеральное законодательство. Обязательная маркировка лекарств не должна создавать проблем на рынке, а граждане должны без препятствий и дешево получать лекарства. Продолжение следует...